Привет всем моим уважаемым подписчикам и друзьям! Мы сегодня в час солнечного дня отправились посетить древнюю столицу Болгарии, город Блисков. Температура воздуха около 18 градусов тепла. Это первый теплый день после двух недель очень холодных. И даже со снегом у нас были эти две недели. Дожди, ветры. В общем сегодня у нас такая отдушина получилась. Еще у нас какое событие ожидается в Болгарии? У нас перейдут выборы. Выборы у нас перейдут 4-5 апреля. Там тоже, по-моему, будет несколько дней. Очень много кандидатов, очень много предвыборной агитации на дороге. Очень много предвыборной агитации везде, по телевизору. Ну то есть у нас идет такая предвыборная кампания. Будем болгарам решать. Мы повернули на Блиску. Мы здесь же поворачивали и на Мадару. А на Мадару, наверное, было? Да, на Мадару было прямо. А здесь мы тут рыцарь. Хан, наверное, Аспарухов. Аспарухов, да. Итак, мы едем в Блиску. Население Блиски – 1012 человек по данным 2013 года. Расположено оно на северо-востоке Болгарии в равнинной местности в 13 километрах от Шумина. Слово Блиска было знакомо каждому жителю СССР. Для всех это, прежде всего, доступный коньяк и дешевые сигареты. И, наконец, сейчас мы увидим древнюю и современную Блиску. Вот, собственно, этот город. Старый город Блиска расположен в 3 километрах от современного города. И туда мы сейчас и направимся. Вот прямо указательный резервант. Мы едем прямо к этому месту. Какой резервант? Археологический резервант Блиска. Мы уже выехали из Блиски. Старый город Блиска. Национальный историко-археологический заповедник Блиска входит в список 100 национальных туристических объектов, обязательных к посещению. Также он входит в состав регионального исторического музея в Шумине. Вот главный вход в Блиску. Мы приехали. Вот мы так красиво заходим в этот внутренний город Блиска. Укрепленная резиденция болгарских владителей. Вот здесь можно прочесть все про Блиску. Это внутренний город. А еще пойдем в Базилику. Красиво. Но она же была разрушена, а теперь восстановлена. Ну все, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Место, где была построена столица, расположено на равнине и окружено склонами соседних гор. Здесь были благоприятные условия для содержания скота. И кроме того, в районе Блиски пересекались важные дороги. В конце 7-го, в начале 8-го века в Блиске начались первые постройки. Они были деревянными. Но к концу 8-го века, к началу 9-го, деревянные постройки сменились каменными. И было построено первое большое каменное здание, дворец Кром. Вот эти останки дворца. Ну, как-то не верится, что это старинные камни, не знаю. Ну, как-то не да, слишком современные. В 811 году византийский император Никифор поджег столицу. Реконструкция дворцового центра была завершена во время правления Амуртага в 814-831 году. На месте бывшего Крумовского дворца был построен новый тронный зал. Центр дворца был обнесен каменной стеной, а жилые хозяйственные постройки – высокой кирпичной стеной. Здесь какие-то древние камни. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» В 889 году князь Борис удалился в монастырь, передал власть своему старшему сыну Владимиру. Однако он попытался восстановить старую языческую веру и был брошен в тюрьму и ослеплен. Вот большая базилика. Конечно, это все новодел. Конечно, понятно, что здесь все было разрушено. Но вот эти, может быть, колонны, некоторые камни. Вот там вот, например. Привет всем! Мы находимся в Плиске. Плиска была столицей Болгарии с 681 по 893 год. Ее основал хан Аспарук. Когда к власти пришел хан Симон, то он перенес древнюю столицу Болгарии в Великий Преслав. Вот здесь колодец какой-то. Не уверена, что древний. Ну, а сейчас мы находимся в большой базилике и видим то, что от нее осталось. И, в общем, она восстановлена частично. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы снова возвращаемся в Плиску и приглашаем вас прогуляться с нами по современной Плиске. Мы в современной Плиске на площади перед Кметством. Здесь мы увидим табло. На нем есть список правителей, которые правили, когда Плиска была столицей Болгарии. Малые архитектурные формы. Еще на площади есть монумент Карилу Шкарпилу, основателю болгарской археологии, Федору Успенскому, русскому ученому, археологу Византиеду. Такая площадь. Опять какой-то памятник. Сейчас почитаем. Загинули в Отечественной войне 44-45 годов Александр Полев-Тодоров. Убит Вранская гора. И тут дальше все остальные. Здесь будет фонтан. Очень красиво. Сейчас пока, конечно, нет, но будет. Главный памятник на площади – князь Борис I Креститель. В его правлении христианство стало официальной религией Болгарии. Вот этот памятник на Дарине. Воздвигнутый. Симпатичный. С пластиковыми окнами. Да. С этими пластиковыми окнами испортили весь исторический вид. Ой, айс должен быть. Смотри. Но его нет. Но его нет. Там воробьи живут. Да, ужас. Мы ждем айсов, а их нет. Вот, видишь, написано – двор на Кириллице. 500 метров. Баня есть тут, видишь. В Плеске есть еще одна достопримечательность – культурно-исторический комплекс, который называется двор Кириллицы. Интересно то, что этот двор был построен армянином Кареном Алексаняном, который на свои средства покупает 8000 квадратных метров земли, нанимает строителей и реализует свою мечту. Двор был открыт 2 мая 2015 года. Поводом послужило чествование 1150-летия крещения болгар в православную христианскую веру. Но, к сожалению, мы этот двор посетить не смогли, потому что просто опоздали. Он работал до 6. Сейчас ковид, и поэтому очень строгие правила. Там было много народу, и нас уже не пустили. Но всем рекомендую посетить это место. Билеты недорогие. Восемь лево стоят билеты обычные, и четыре лево – учащиеся, ну и пенсионеры. Такие доброжелательные дети. Ну да. О, Каспичи. Вон какая разрушка. Через 200 метров поверните направо. Ну, центр, в общем, сделан неплохо. Мы здесь проезжали. Ну, такой непомпезный, простенький. Ну, чуть-чуть от центра, и все. То есть, здесь места есть для аистов. Просто аистов нет еще. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такие горочки. А вот там Мадарские коники, я думаю. Вот те горки. Да. Вот такие зелененькие поля уже у нас. Горки, поля, красотенькие. Как трясет все. Мы на Луне? Да. Мы на дороге А2. Вот такая Луна у нас сегодня. Возвращаемся. И тут тоже еще эти скалы нормальные. Такие замысловатые, да, вот у них формы. Вроде это и не скалы, это какие-то холмы. Да. Но холмы такие, как нарисованные. Такое впечатление, что кто-то тут копал и, наверное, породу складывал. Ну, просто такие горы нарылты. Так мы заканчиваем наше путешествие в древней столице Болгарии. И возвращаемся под Волгар. Очень красивые холмы мы тут обнаружили по дороге. Пытаемся их снять красиво. Конечно, мы в темноте уже здесь возвращаемся. Вот и точно. И их не видно. Или в темноте, или с другой стороны. Но вот первый раз оно в такой подсветке. Просто, да, очень удачный такой ракурс. И солнце подсвечивает. Очень хорошо. Вот так вот. Сейчас мы пройдем эти холмики. И всем до новых встреч. Подписывайтесь на наш канал. Мы для вас будем снимать много интересного.